ДАЕШЬ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ Как работать в команде? Есть определенные роли пассажиров, рулевых на катамаране. Например, позади люди, которые сидят, это называется табанщики, то бишь табанить. Когда с курса сворачивает катамаран, необходимо выруливать. То есть они определенную позицию весла в воде занимают, и благодаря этому катамаран начинает выруливать по нужному курсу. А все остальные люди, они грибуны. Чтобы из вас получился хороший грибом, нужно освоить технику владения веслом. Для этого мы обхватываем его за рукоятку, руки под углом 90 градусов. Грибем по направлению движения вдоль катамарана. Раз! Держишь так, ровно опускаешься. И когда никто не видит, можно ничего не делать. Раз! Вот как я сейчас. А вы можете вместе это делать? Погружайте весло вертикально, не диагонально. Перед загрузкой на катамаран не забываем про спасательные жилеты. Кстати, вещи лучше упаковать в гидромешок или мусорные пакеты. Если ваш катамаран перевернется, одежда и обувь останутся сухими и на плаву. С катамарана важно не прыгать вниз головой в воду, например. Вообще прыгать с катамарана. Одевать обязательно обувь, особенно на горных речках. Обязательно обувь должна быть. И обязательно спас-жилет. Если это только не санкционированное купание. Речные сплавы – самое удачное сочетание безопасности, скорости, маневренности, удобства и цены. Катамаран – судно, состоящее из двух надувных корпусов. Гондол – соединенных рамой. Гондолы, в свою очередь, состоят из внешней силовой оболочки и внутренней, воздуходержащей. Наиболее распространены двух- и четырехместные катамараны. Для удобства грибцов, как правило, устанавливают специальные сидения в равном количестве на обе стороны катамарана. Первая остановка – гидротехнический тоннель реки Каменка. Раньше он отводил воду из зоны добычи бокситовой шахты Кургазак. Шахта давно забыта, но чтобы увидеть искусственный водопад, сюда съезжаются толпы туристов. Правый берег реки Ай прославился Кургазакской пещерой. Общая длина ее ходов – 530 метров, а глубина – 16. Спуститься стоит, чтобы увидеть многолетний подземный ледник. В пещере три больших зала – голубины, энтузиастов и молчания. Еще одна водная достопримечательность – Айский фонтан. Он расположился на правом берегу реки. Правда, гейзер – неприродный, а творение рук человеческих. Объект антропогенно-индустриального происхождения. В конце 1960-х годов на Южном Урале, вблизи города Садка, производилась геологоразведка местности на предмет поиска полезных ископаемых. Для этой цели бурились скважины. Одна такая скважина была пробурена прямо на берегу реки Ай. Из нее неожиданно забил фонтан. Геологи искали руду, а наткнулись на подземный резервуар с пресной водой. Высота Айского фонтана небольшая – около трех метров. Но туристы спешат попробовать на вкус и пополнить свои запасы воды. Финальная точка в маршруте – село Лаклы. Чалим к берегу и сушим весла. Время обеда, а значит, можно передохнуть и восполнить силы. Ведь впереди еще много интересного и новые испытания.